Микс Ньюз Обстоятельные ответы На коммунальные вопросы В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Ну что, начинается программа Добро пожаловаться И действительно председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартиры Председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко в нашей студии Здравствуйте, доброе утро Доброе утро И, как всегда, мы готовы принимать ваши звонки Ваши вопросы Жалобы, предложения Вы можете не только звонить По телефону 67212-939-67213-939 Вы можете писать Вы можете писать нам по телефону 2-3-0-6-1-9-1 Это номер WhatsApp Мы получим обязательно ваши письменные тоже вопросы Я как раз Один из этих вопросов скопировал И что-то я его забыл взять Наверное, во время рекламы я возьму И просто забыл эту бумажку принести в студию А приходили просто вопросы после программы Ну и, конечно, мы рассматриваем И как текущие, но так и уже грядущие Какие-то проблемы, над которыми нужно задумываться Собственникам квартир Большинство из наших слушателей, думаю, как раз таковыми и являются Самое, что сейчас Ну, я не знаю На чем нужно задуматься Членам кооператива Ну, членам кооператива Надо задуматься над тем, как Будем жить следующей весной Уже вполне время для того, чтобы начать Не только членам кооператива А всем собственникам квартир Потому что осталось два месяца На то, чтобы утвердить И согласовать планы Работ по домам На весенний-летний период То есть это уже Самое время Подумать о том, что будем делать В каких объемах будем делать И откуда денежки возьмем Это самая главная задача Которая сейчас стоит Я надеюсь, у всех с отоплением нет проблем И, собственно говоря, сейчас нужно думать о том Что мы будем делать весной и летом Это самый такой важный вопрос Ну, и еще одно, конечно, то, что мы ожидаем И что не совсем понятно Это грядущая мусорная реформа Здесь больше вопросов, я так понимаю, пока Все это делается как-то так Очень странно С какой-то налетом секретности То есть говорится Что-то, что-то о чем-то говорится О чем-то нет Я понимаю, что, наверное, документ Не запубликовать до того, как он будет Принят в Министерстве окружающей среды Но, тем не менее, то, что прозвучало Оно вызывает, по крайней мере Такие какие-то вопросы Ну, поделим мы город Ригу на четыре части Причем в трех частях из четырех Может обслуживать одна компания А где предмет конкуренции вообще? То есть, три района По факту предполагается, что три района Могут быть отданы на обслуживание Вывоза мусора одной компании На десять лет Ну и в чем элемент конкуренции? Если не понравились услуги Что тогда? Ничего Невозможно нет? Ничего, тебе сверху поставили Того, кто будет делать Ну и делай, что хочешь Тебе это поставить То есть, элемента конкуренции Как не было, так и нет На чем держалась конкуренция до сих пор? Да, я понимаю, там были свои минусы То, что по одному микрорайону Ездило сразу представители Двух или трех компаний Но до этого была такая цена Вот, которая была там в 10 евро До нового года И 13 после нового года Она была объективно складывалась Потому что была угроза для каждой Из обслуживающих компаний Что если ты начнешь немножко хулиганить с ценой То от тебя сразу же уйдут Потому что сосед рядышком Он готов в любой момент перенять И конкурентная борьба была И были постоянно какие-то предложения Потому что, опять-таки Когда мы говорим, что было 10 и 13 евро Это значит, что это было базовое предложение Но никто не исключал из скидок То есть борьба за клиента была И возможно было достичь Таких серьезных условий И выгодных или понятных для тебя условий Сейчас этого не предвидится Во-вторых, очень важный момент Это определение объема услуг Собственно, а что за услуга нам будет оказывать Эта компания Мусорная А как вывоз с мусора, очевидно Вывоз, а там везде говоришь, что обслуживание То есть, понимаете Либо это транспортная услуга Либо это услуга по переработке Либо еще что-то Но, возможно, я бы сказал так Я бы не сказал, что В транспортной услуге нужна особая конкуренция Потому что, если транспортные услуги Если она монопольная И цена на транспортную услугу Жестко регулируется Ничего такого страшного нет Ну, транспорт есть транспорт А вот если речь идет о том Что они будут обслуживать Так а чего они будут обслуживать Речь звучит о том Что мы откроем какие-то площадки Если до сих пор В пределах того тарифа Или по отдельной договоренности Ну, как правило, в пределах того тарифа Мы платили У нас была услуга По вывозу крупногабаритного мусора То есть Мебель Ну и там что-то, что попадало Под крупногабаритный бытовой мусор Это все собиралось перед домами В определенный день Выставлялось в определенном месте Подъезжал к компании И вывозил это Оплата была там Были разные варианты оплаты Но, тем не менее, это делалось прямо от дома То есть человек В нашем кооперативе этот день был четверг И там около своего контейнера В четверг он мог поставить Крупногабаритный мусор Его не было так много Но, тем не менее, он был И вывозил Теперь предполагается Насколько я понимаю Авторов этой реформы Что где-то В каких-то местах Создадут площадки Куда человек может Отвезти И поставить этот мусор И тогда его вывезут бесплатно Ну, сразу возникает вопрос Где эти площадки будут И как человек будет доставлять Этот мусор туда Родственников созовет И пешочком потащим Или надо транспорт заказывать И так далее Тут сразу как-то не чувствуется Что есть мысль какая-то Об удобстве для людей Потому что если есть транспорт То в конце концов Тогда этот же транспорт Может и не до площадки А уже там довезти Куда-то и подальше Ну, то есть Ну, я сомневаюсь Что вы на свою легковушку Погрузите сейчас диван Такие времена прошли Давным-давно Когда закончился Эрмосквичей и Жигулей Тогда было принято Там все что угодно На крыше грузить и везти Сейчас я сомневаюсь Что это будет Кто-то делать Со своей легковой машиной Так что здесь Тоже вопрос Следующий вопрос Который прозвучал в прессе Который абсолютно непонятен Это война с мусоропроводами Теперь мусоропроводом Объявили жесточайшую войну И до 21-го года Они должны быть заварены Везде Везде Без разбора Вот хотелось бы понять А в чем смысл? Вообще Авторы этой идеи Жили где-нибудь Кроме одноквартирного дома Такого частного Если вы подойдете Допустим В порцию В районе Бывшего магазина Минск Там громадная стена Такая Из 9-ти этажек У меня тоже есть район Где есть стена Из 9-ти этажек Там просто-напросто Мусорные контейнеры Негде поставить По нормативам То есть Ты по нормативам Он должен Мусорный контейнер Держать на удалении Там определенное количество метров 25 или 35 Я сейчас не помню От окна ближайшего Так вот Если закрыть сейчас Мусорные проводы Значит Нужно либо Открыть Контейнерную эту Чтобы люди могли идти Значит Любой кто хочет Туда может швырять И любой кто хочет Может зайти А уже случаи были И в принципе тоже Что когда контейнерная Открыта Хулиганы поджигают Мусор И это страшное Бедствие для дома В лучшем случае Если это кончается Просто повреждениями Если мы говорим С вами о том Что хорошо Контейнер будет Это самое И мусор будет То Сейчас у нас Пока тут Звонки пошли Здравствуйте Добрый день Добрый Я бы хотела задать Вот такой вопрос Господин Сидорко Является Представителем Агентуры По энергоэффективности И в 2019 году Проходили конкурсы На участие В этой программе Я бы хотела У него спросить Как он оценивает Итоги конкурсов Много ли домов Прошли Какие были проблемы И какие недостатки Ну я бы сказал Сразу С большим уважением К радиослушательнице Я Сказать что Я являюсь Представителем Агентуры Это Очень громко Сказать Меня Я работаю Там Я сотрудничаю С агентством Один месяц В качестве Эксперта Так что Моя Ни компетенция Ни опыт Не позволяют Мне подводить Такого рода Итоги Но Спасибо за вопрос Я поговорю С руководством Агентства С тем Чтобы ответственные Люди подошли И сейчас Заканчивается Насколько я в курсе Второй транш Софинансирования Выделен И распределяется И это Соответственно Позволит Уже говорить О том Что Программа Этого года Состоялось А каким образом Какие итоги Получились Что будет дальше Я думаю Что надо Мы пригласим В студии Соответствующих Людей Которые Являются Представителями Являются Скажем Кураторами Этой программы И они в полном Объем Вам скажут Моя компетенция Не позволяет Мне ответить На этот вопрос А вот Какие Все-таки Претензии К мусоропроводам То есть Вот Почему Их Собираются Заваривать Отказываются От них Вот Чем они Не угодили Ну Насколько Я слышал Эта идея В прессе Освещалась Это господин Пуцы Наш министр Регионального Развития Он сказал Что это Мешает Сортировке Мусора Ну Как-то Для меня Это звучит Очень Интересно Очень странно Действительно Если я Сортирую Мусор То В данном Случа Тот Мусор Который Не сортированный Как и Предполагалось Он будет Выкидываться Через Мусоропровод И соответственно Будет находиться В изолированном Помещении И потом Вывозиться За деньги И это Все Позволяло В какой-то Степени Гарантировать Собственникам Квартиры То что Они Не пострадают От этой Мусорной Реформы Теперь Это Говорится Что это Плохо Это Мешает Вывозу Мусора Хотя Мы Хотя Сортированный Мусор Это То что Положено Отсортировать Это Все Должно Стоять И будет Настоять В публично Доступных Контейнерах Потому что Какая разница Если Рассортированный Мусор Предполагается Вывозить Бесплатно На Чьей площадке Стоит Этот Контейнер Ну да Потому что Например Мы В семье Всегда Сортируем Мусор То есть У нас Есть Мусоропровод Мы Бросаем Пищевые Отходы В мешках А Бутылки Картон Упаковка Это идет В отдельный Мешок Который Затем Мы Выносим Раз в Неделю И до Этого Ближайшего Пункта Сейчас Как я понял Так и Есть Что предполагалось По крайней В предыдущей Программе Предполагалось Что Будут Упаковочные Материалы В один Контейнер А все остальное В другой Вот Там где Упаковочные Материалы Они вывозятся Бесплатно А там где Оставшийся Мусор Биологические Отходы И там Скажем Еще что-то Я не знаю Что там То Будет за деньги Это первое Второе Насколько я понимаю Ближайшее время Для текстиля Будет организован Отдельный сбор И В конце концов Наше правительство Прорезывалось По-моему С 21 года Должна быть Возвратная Тара То есть Большая часть Пластиковой Металлической Тары Должно Пойти Назад И Все эти Объемы Достаточно Резко Снизится Поэтому Мне непонятно Есть Еще Недовольство Мусоропроводами Со стороны Жильцов Это тоже Есть Собственников Квартир Потому что Вонь Греет Но Во-первых Как пользоваться Если Будете Жильские Продукты Туда Выливать Так Оно И будет Так Это Первое Второе То что Все-таки Мусоропроводы Это такая Вещь Которая Требует Ухода То есть Обязательно Должны Быть В исправном Состоянии Мусороприемные Лотки Вот эти Ящики Куда Мы Кидаем Они Должны Быть Непокореженные Не Изломанные Как зачастую Бывает Плотно Закрывающиеся При помощи Везиновых Прокладок Да Здравствуйте Пожалуйста Ваш вопрос Добрый Добрый Вопрос Такой По стоянкам Возле домов Тут получается Получается Так что Когда делили Землю Которая Прилегает К домам Непонятно Каким образом Ее разделили Ну так И Более того Существуют Разные Понятия Сервитутов Дорог И прочего Которые Вдруг Непонятным Образом Не Принимаются Во внимание И Выставляются Знаки Наша полиция На Правильность Выставления Знаков Не реагирует Кстати сказать Это наша Пурциенская Полиция Набранкова На которой На которой Находится Более того Когда уже Существует Уже Можно сказать Тыкаем В лицо О том Что знак Поставлен Неправильно Они приезжают Выписывают Штрафы В общем Знаки Стоят Незаконно Все Это знают Но знаки Стоят А где Это стоят Незаконно Это улица Стырну 39 Дом Стырну 41 Там стоят Сейчас скажу Пять знаков Которые Из них Три знака Которые Являются Абсолютно Незаконными А что доказывает Незаконность Интересно Незаконность Значит Первый Два знака Это Захват Территории Это сопредельные Площади Которые Которые Относятся К другим Частным Собственным Территориям И Два знака Поставлены В результате Которые Захвачена Площадка В которой Должны стоять Мусорные Контейнеры Там стоял ТЭЦ Узел И пять метров От него И трансформаторный Узел Три метра От него Но Эта вся площадка Под знаками Принадлежит Дому 39 Якобы Хотя У нас Есть Две Схемы О том Что это Неправильно Территория Которая Идет И прилегает К бордюру Дома Стырну 41 Тоже Поставлен Знак 39 Бесьминого От От Рига Цели И Есть Какой-то Такой Полу Мифический Размытый Полуответ От Рига Снаму Парвалда Есть Второй Возмущается Владелец Принадлежит По тротуару Принадлежит В теории Отковна И Ломоносова Был на приемах Ну хорошо Да Я объясняю Документов Нет Я бы не так Смело Не рассказывал В прямом эфире Тогда прошу прощения Если законы Нарушены Тогда вам надо Обращаться Не на радио Наверное А в какие-то Правоохранительные органы Органы Которые надзирают Мы сейчас На словах Не разрешим Эту ситуацию Я могу сказать Как это должно Быть сделано И в каких Случаах По моему Опыту Это принимается Во внимание Если ваш опыт Отличается Ну дойдите до конца Нас с правоохранительными органами Что я могу рассказать Что вы правы Я вам не скажу Что вы не правы Я тоже не скажу Ну да Нужно разбираться В этой ситуации Вот кстати Да Вопрос от наших Слушателей Которые я Не успел Вот к началу Программы Подготовить Здесь касается Вопрос То же самое Об оборудовании Стоянки Стоянки И Запрете Подъезда Других людей Скажем Которые там Школы Школы Насколько я понимаю Родители Школьников При условии Что дом находится На частной земле И какой процент Голосов Должен проголосовать За такие вещи Ну во первых Я хочу сразу Подчеркнуть Уже в предыдущем Ответе Я сказал Что В данном случае Если земля Частная То согласие На любые Какие-то Действия На земле То есть Перепланирование Выделения Части земли Под автостоянку Перепланировка Назначения Установка Знаков Это дает Развещение Сам хозяин Земли Собственники Квартир Здесь просто Могут Обратиться К нему Спросить Будет ли он Согласен На каких условиях Дать такое разрешение Если вы хотите Выделить Отдельную Стояночную Зону То вам придется Делать проект Благоустройства Этого участка Который опять-таки Должен будет Согласовать И подтвердить Что он согласен Собственник земли Для этого Эти все действия Они требуют 51% голосов То есть Вы должны Собраться И решить Я подчеркиваю Это именно Случай Когда Собственник земли Согласен На это А вы готовы Провести Финансирование Необходимых Этапов работы И потом Реализовать Эти работы Это первая Часть Ответа Вторая Что нельзя Чтобы не Заезжали чужие На вашу землю Чужие Есть такое Понятие Сервитута Которым Тоже оперировал Предыдущий Радиослушатель Сервитут Это не что Иное Как запрет Создавать Препятствие Другому Собственнику Пользоваться Своим Имуществом То есть Если по этой дорожке По которой Сейчас Родители Подъезжают К школе Другого Пути Подъезда К школе Нет То Вы не имеете Права Перекрывать Доступ Автотранспорт Если есть Другой Подъезд То Тогда Соответствующим Образом Нужно Рассматривать Этот вопрос Но для этого Надо смотреть По предыдущим Планам Это был Сервитут Или нет Наложен Если нет То тогда Вы имеете Право Если да То вам Придется Побороться Юридическим Путем Чтобы этот Сервитут Должен был Снят А с чем Я соглашусь Абсолютно С предыдущим Радиослушателем Это о том Что Земля была В городе Риги Поделена Бездумно И вообще Без всякого Какого-то Смысла Глядя на то Как была Поделена Земля Между домами В порции У меня Создается Впечатление Взяли линейку И вводили Линии прямые Может быть Так действительно И было Действительно То есть Причем Там не смотрели Ни на границы Участков Потому что На самом деле Когда была Замерена реформа Еще в той Латвии Тогда там тоже В порции Землю Выделяли Такими Полосами Так вот На те старые Полосы Никто не смотрел А здесь Проводили Новые Поэтому И получилось Что Часть домов Стоит на Трех Хозяйских Участках Часть домов Вообще Не имеет Ни подъездов Ни Грубо говоря Ни стояночных Мест Зато Обширную Зеленую Зону Там Черти что И самое главное Вот сейчас Я свяжусь С этот вопрос Опять-таки С мусорной Реформы Что происходит Сейчас Допустим Победят Те Кто за то Чтобы заварить Мусоропровод Победили Значит Контейнеры Надо выкатывать Куда-то Куда мы их Поставим Если мы Не можем Соблюсти Санитарную Норму Нам надо Ставить их На чужую Землю Как В аренду Брать Согласие Спрашивать Каким образом Это согласие Может быть Оформлено Вообще Такой вопрос А каким Образом Может быть Оформлено Согласие Допустим Вот мой дом Стоит Напротив Дом Которому Повезло У него До черта Земли Есть Такие Дома Чтобы Мне Пойти К тем Собственникам Они Каким Количеством Голосов 100% Должны Как-то Вишить Вопрос То Есть Там Этот Передел Еще Очень Так Лихо Будет Заканчиваться Потому Что На самом Деле Говорят Мы Поставим Дополнительные Контейнеры Где И Под чьими Окнами Да И Под чьими Окнами И Будут ли Согласны Те Кому Чья Земля Вообще Чтобы На их Земле Что-то Стояло Что-то Кроме Их Здесь Колоссальные Вопросы Еще Стоят Поэтому Я думаю Что Все эти Разговоры О том Что Сейчас Мы Все это Порушим И Потом Издадим Правилам Где Одна Компания Будет Обслуживать Три Микрорайона И Все Будет У нас Счастье Я думаю Что Счастья Далеко Не Будет Не Говоря О том Что Наши Власти Не забывают Добавлять Что Будет Дороже Будет Дороже Так Еще Один Звонок Примем Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Будьте Добрый Вопрос По Поводу Воды Не Из Расход Не Усчет Остаток Воды Делится Поровну Поквартирно Это Пурциям Ригас Нам Упар В При Этом В Доме Однокомнатная Квартира В которой Может Жить Один Человек И Четырехкомнатные Квартиры В том числе У которых Пять Шесть Человек Может Быть Правильно Ли Распределение Этой Воды Или Существует Какой-то Другой Вариант И Что делать Потому что Бывают Случаи Когда Количество Дополнительной Воды Мы должны Оплачивать Примерно Равное Кому Количеству Которое Мы Расходовали Понятно Во-первых Существует И Нормативами Установлено Несколько Видов Распределения Разницы По воде Пропорациональное Количество Квартир Пропорациональное Количество Проживающих Вернее Задекларированных Квартир Пропорационально Площаде Потреблению И еще Еще один Я сейчас Из головы Не помню Четвертый Принцип Все эти Принципы Законны Выбрать Принцип Это Компетенция Собственников Квартир Какая Пропорция В том В том числе Желательно Желательно С радиосигналом Почему Желательно С радиосигналом Чем дальше Влез Чем больше Убеждаешься Уже Появляется Больше Домов Таких Что В таких Домах Где есть Системы С радиосигналом Где-то Погрешность Не превышает 2-2,5% То есть Практически Неощутимо Это Первое Второе Эти счетчики В силу того Что они Уже Немножко Мыслящие Они Все Виды Механического Либо Магнитного Воздействия Засекают Они понимают Что над ними Начинается Какое-то Манипулирование И тут же По радиосигналу Сообщают О неисправности Это тоже Сразу Бьют По ручкам Всем тем Кто Возможно На сегодняшний день Пытается Как-то Манипулировать Так что Решение Есть Справедливость Я могу Еще раз Повториться В нашем деле Справедливость Это когда Ко всем Применяются Единые правила Если вас Не устраивает Такая пропорция Возьмите Любую из Четырех Допускаемых Это должны Проголосовать Большинство 51% 51% Должны Проголосовать Но именно Собственников Квартир То есть здесь Одна квартира Один голос Да Совершенно верно Но если у тебя Три квартиры То у тебя Три голоса Потому что 51% От общего Количества Собственности Если у вас 60 квартирных Собственностей В доме То должны Проголосовать Как минимум 31 человек И Очень многие Вопросы Распределения Счета Я хочу Напомнить Всем радиослушателям Что вопрос Распределения Счета Поставщика Вот методики Пока еще Эта борьба С мусоропроводами Проводом Она еще Не завершена И Когда Может возникнуть Какая-то ясность Чтобы было понятно К чему Готовиться Ну Насколько я понял Комментарии Которые Прозвучали К тем правилам Которые были Утверждены Уже Приговор Мусоропроводом Вынесен В директивном виде До 20 Или до 1 Января 21 Года Они должны Быть уничтожены Насколько Это вообще Законно И вторгаться Таким образом В пределы Частной собственности Ну Не знаю Будем смотреть Потому что Я У меня Больших Ожиданий От министерства Регионального развития Нет Поскольку Министр тоже За то Чтобы их Почему-то уничтожить Ну Действительно Ведь если Дом Собственники Квартир Зак То Вот Может Таким же образом Можно там Не знаю Чердаки запретить Сказать Что там Лифты Лестницы Почему нет Вот запретить Лифты Потому что Плохое состояние Здоровья Пусть Тренируется Например Здравствуйте Скажите Пожалуйста Вот Такое Ну Я Поняла Что Никогда Нельзя Быть Ну Правильной Подачей Воды Потому что Три дня Это идет И Один Человек Первый день Сдает Другой Второй Потом Третий Если бы Было Точно Тогда Это было Не знаю Никогда Этого Не может Быть И связи С тем Что В течение Три дня Это Вот Бодается И Ну Сдается И это Очень Что Никогда Никогда Не Будет Одновременного Снятия Вы Немножко Заблуждаетесь Потому что Сейчас Когда Установляется Новая Система Счетчиков С радиосигналом То Сантехник Полотенцесушитель Является Частью Стояка Самого Оригинального Времени Строительства Когда Это Была Грубая Такая Непрезентабельная Труба Согнутая Связьбой На концах И ставили Это Ставили За общий Счет Дома Там Цена Этой Трубы Была Несколько Латов А Если Ты Хотел Уже Нержавеющий Там Какой-то Особого Дизайна И так Далее То Тогда Уже Стоимость Полотенцесушителя Была Твоя А Так Примерно Я не знаю Как вам Подробнее Ответить Насчет Электролитических Причин Коррозии Там Черт Что Сейчас Ногу Сломит Потому Что Мы Своими Очумелыми Ручками Собственники Кто Чего Поставил И Насколько Я понимаю Есть еще Одна Колоссальная Проблема Дело В том Что Мы Берем Блестящий Метал Типа Метал Типа В магазине И написано Что Это Типа Нержавейка Но Я Недаром Это Мечтем Менее Типа Применяю Потому Что Оно Действительно Не метал И Нержавейка А Блестит И Очень Часто Вот Эти Локальные Прореждения Локальные Протечки В этих Полотенцесушителях Это Из-за Того Качества Того Материала Который Есть Они Может Быть Даже Не Из-за Электричества Спасибо И Наверное Уже Последний Вопрос У нас Буквально Две Минуты Осталось Здравствуйте Здравствуйте Анатолий Я Просто Не с самого Начала Слушал Но Знаю Что Собеседник Очень Разбирающий Человек В своих Делах У меня Три Вопроса Первый По этим Счетчикам Которые Умные Они Расшлют Радиоимпульс Этот Радиоимпульс Он Все Время Шлется Или Только В момент Когда Происходит Считывание С него Потому Сколько Хватает Этой Батарейки Чтобы Обеспечить Передачу Радиоканала Можно Я сразу Отвечу Можно Я сразу Там Периодичность Отчетности Периодичность Посылки Сигнала Она Программируется Внутри Насколько Я понимаю Если Мы Программируем Раз в 4 Часа Посылку Сообщения То В этом Случа Батарейки Хватает На 11 Лет Так Это Хорошо Это Первый Попрос Второй Вопрос По поводу Сколько Цена Счетчика Одного Скажем Холодной Горячей Воды Разницы По Воде Никакой Нет То Что Мы Закупаем Это Порядка Со Стоимостью Монтажа И Программирования Порядка 42-44 Евро На Один Счетчик Да Одна Штука Еще Один Вопрос У меня Дом Сам Рига Сном Пар Водник Скажите Если Вы Тоже Это Ориентировочно Сколько Стоит Допустим Примерно Замена Стояков Холодную Горячую Воду Канализацию На Одном Этаже Одна Квартира Один Стояк В квартире Один Стояк Или Два Трехкомнатная Квартира Два Стояка Значит Если Если Мы Горем С вами Об Одном Стояке То Очень Грубо От 450 До 650 Евро На Один Стояк Если Все Три Вида Водоснабжения Еще С Соблюдением Всех Правил По Обеспечению Огнестойкости Перекрытия Перекрытия Тепленная Утепление Скажем Горячей Воды Там Много Чего Нужно Сделать Чтобы Выполнить Я думаю Что В этих Пределах В зависимости От Объема До Доступности Конструктива Здания Потому Что Там Бывают Здания Где Эти Стояки Идут В шахтах И тогда Там Все Гораздо Легче Бывают Здания Где Надо Долбать Перекрытия Скажите Это Счетчики Которые Новые Они Подходят По размеру Под старые Трубы Абсолютно Механика Там Один К одному То есть Для того Чтобы Поставить Новый Счетчик Мы У себя В кооперативе Делали Так Мы С определенного Момента Предложили Людям Ставить Счетчики Которые Уже Имеют У себя Гнездо Под Радиомодуль И поэтому Сейчас В некоторых Домах Там Если Счетчик Не больше Года Эксплуатировался Мы Просто Заходим И Закладывается Радиомодуль В действующий Счетчик Если Он был Куплен По нашей Рекомендации Ну и На этом К сожалению Начинаются Звонки Только Под Конец Программы У нас Уже Нет Времени Председатель Правления Товарищества Центр Консультации Собственников Квартир Сергей Сидорко Программа Добро Пожаловаться Ну и До Следующего Понедельника Спасибо Всего Доброго Радио Болкома